Здравствуйте! Перед вами легендарная книжка Марфи Синьи, то есть для вас сделан видео урок. Обучайтесь, вы учите английский язык. The, the giraffe, the telephone, the piano, etc. The plus adjective. То есть артикль the перед словом жираф, телефон пианино, то есть следующий артикль плюс прилагательное. Study at this sentence. The giraffe is the choice of all animals. The bicycle is an excellent means of transport. When was the telephone invented? The dollar is the currency. The money of the United States. Изучите данные примеры. Жираф наивысочайший сын всех животных. Велосипед превосходное средство транспорта. То есть когда был забрётен телефон, доллар – это валюта, в смысле деньги Соединённых Штатов. In this example, that does not mean one specific thing. The giraffe – a specific type of animal, not a specific giraffe. We use the plus singular or countable noun in this way to talk about type of animal, machine, etc. In the same way we use the for musical instruments. Can you play the guitar? The piano is my favourite instrument. В этих примерах артикль the не значит одну конкретно определенную вещь. The giraffe – это значит тип, класс животных, жирафы, но не значит конкретно определенный один жираф. Мы используем the – одиночный, считаемый существительный, в такой способ, чтобы говорить о классе животных, либо машинах. В таком же плане мы используем the для музыкальных инструментов. То есть вы умеете играть на гитарах, это не конкретно эта гитара, а вообще по жизни все гитары. А пианино – это мой любимый тип музыкальных инструментов. Compare and there I'd like to have a piano, but I can't play the piano. We saw a giraffe at the zoo, but the giraffe is my favourite animal. То есть в первом варианте я хочу иметь, что у меня было дома одно пианино, во втором я не умею играть на пианинох, ну все в сумме в классе. We saw a giraffe at the zoo, то есть конкретно видели одного зоопарка. А во втором варианте – the giraffe is my favourite animal. То есть мне нравятся жирафы. Зачем я перевела жирафы? Потому что не один жираф, а целый класс жирафов в сумме. I know that we use men, human beings in general, the human race without them. What do you know about the origin of men, not the man? Когда мы говорим «мен» – человек, человеческие существа в сумме, имеется в виду человеческая раса, без артикля «the». Что вы знаете о происхождении человека, но «the man» нельзя говорить. То есть мы используем «the» плюс прилагательное без имени существительного, чтобы говорить о группах людей, особенно молодые, то есть в смысле молодежь, старое поколение, постаршее, богатые, бедные, бездомные, больные, с ограниченными возможностями, то есть имеется в виду инвалиды, нетрудоустроенные, то есть безработные, слепые, глухие, поврежденные, мертвые. «The young, young people, the rich, the rich people». То есть детально разжевываются. «The young» – это молодежь, потому что «young people, the rich» – это весь класс всех богатых людей. Не один богатый, а всех в сумме. «Do you think the rich should pay higher taxes? The ground has promised to provide more money to help their homeless?» Как вы думаете, богатые должны платить выше налоги? Правительство пообещало обеспечить больше денег бездомным. «The expressions are always plural in the meaning. For example, you can say a young or the injured for one person. You must say a young person, the injured woman, and you see. Note we say the poor, not the poor, the young, not the youngest сын». Эти выражения всегда множественны, то есть имеется в виду много предметов либо людей такого класса. К примеру, вы не можете сказать «один молодой» либо «один поврежденный» по отношению к одной личности. Вы должны говорить «a young person» – это значит «одна». То есть в чем особенность, что здесь ставится имя «существительное person», а «a young» в одном контексте сказать нельзя. «The injured woman» – это значит «поврежденная женщина». Обратите внимание, что мы говорим «бедный», но не «the poor» и «the young», not «the youngest сын». То есть вот два исключения. «The plus nationality». То есть национальности надо говорить через артикль «the». Можно использовать «the plus nationality» «as that end with chishy», «the French, the English, the Spanish, the mean is the people of that country». «The French are famous for their food». «The people of France». Можно использовать «the плюс национальности», указывающие на это прилагательные, особенно те, которые заканчиваются на «chishy», то есть французы, англичане, испанцы. Это значит «люди той страны». Французы известны за их кухню. Здесь написано «еда», но лучше сказать «через кухню», оно более литературно звучит. «Люди Франции». «The French are plural and the mean. They do not say a French. In English you have to say a French man and English woman». Это значит «французы, англичане» в множественном значении. Нельзя сказать «один француз, либо один англичан». Правильная литературная форма. «French man – француз, либо an English woman – английская женщина». You can also use the nationality words ending with is, the Chinese, the Sudanese, the Japanese. The Chinese inventing print. Можно использовать артикль з с националистами, которые используются на suffix is – –, то есть, допустим, китайцы, суданцы, японцы. Китайцы изобрели книгопечатание. «But the words can also be singular. A Japanese, a Sudanese, also a Swiss, a singular, the Swiss, the people of Switzerland». Но эти люди могут быть одиночны в единственном числе. То есть, один ликонец, один суданец, потому что висит артикль «e», то есть один. Но смотрите дальше. «Швейцарец один», «singural». Но «the Swiss» – это швейцарцы много. В смысле, весь народ Швейцарий. С другими националистами множественное число через «s». К примеру, один итальяне – усно итальянцы, один мексиканин – усно мексиканцы, турок, но турки. С этими словами мы не используем обычно «the», чтобы говорить о классе людей. Я репетитор по Skype у Smart Teacher 197. Предлагаю вам учиться у меня. Цена обучения – 300 рублей. Я хороший человек. Сперва работаю, потом вы платите. Плюс предлагаю бесплатный демо урок. Все равно лучше.